Музыка Меня зовут Крылович Мария, ученица 5 класса В. Пельмена Татьяна Михайловна, пенсионерка с августа месяца. Стопцов Владимир Львович, работаю механиком. Смирнова Людмила Фёдоровна, продавец магазина города Калагрио. Илья Мезенев, калагриевский предприниматель. Золотухина Татьяна Васильевна, на пенсии. Но у меня есть ребёнок 13 лет, поэтому стою на рынке, работаю. Казаков Владимир Степанович, учитель. Ну, я священник, как видите, настоятель Успенского собора города Калагрио, отец Алексей. Я матушка Татьяна, супруга настоятеля Успенского собора города Калагрио. Меня просто зовут Аня Крылович, я живу в Калагрио. Для меня-то этот приход родной, земля родная. Это моя родина, можно сказать, поскольку я родился-то здесь всего лишь в 100 километрах. И меня ничто больше не приличает. То есть я здесь родился, а где родился, там и пригодился. Я здесь и умереть, наверное, должен. Эту мелодию придумывали наши учителя из музыкальной школы. У меня мелодия до, соль, ми, соль. А у меня до, соль, до, ми, соль. И вместе они создают сочетание языка. Да, сочетание языка. Которая звучит очень даже красиво. Вот это вот вилла. Они сделаны из меди. Издают такой вот звук. Не могут сделать. Несвойственным другим металлам. Вот это колотушки. Они из дерева сделали. Сделаны. Сначала у нас были колотушки. Деревянные. 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 Потом появились колокола. По-моему, в России они появились. Нет, появились они в Европе. И из Европы они в Россию пришли. Перевезены в Россию, да. У нас сначала были колокола, а потом к нам приехали и привезли свои билла на день города. Это Калагриф, Костромской области. Стариннейший город. У нас здесь, вот в этом районе в 20 раз чище атмосфера, чем в других районах. 20-30 раз чище. То есть вот эти окружают нас леса. Дорога появилась буквально несколько лет назад. Добирались в основном по реке. То есть и туда, и обратно добирались по реке. А до ближайшей станции, это Мантура, 80 километров. До Костромы, соответственно, если ехать по дороге просто, это 360-4 километра. Ну и до Москвы где-то, наверное, около набирается 760, да. Где-то так. Скоро уже 2 года, как я здесь. И, в общем-то, привыкаем. Здесь обосновываюсь. В этот дом я въехал позапрошлом году, 20 января. Этот дом еще до революции был построен. А когда храм уже открылся, то староста, проходя, он здесь буквально был, недалеко стоял, староста, проходя мимо него, увидел, мужики пилили эти дом на дрова, был приказ дан такой им. А они пили, ты ругаются. Из-под бензопилы искры летят, настолько были крепкие бревна. И он обратился, говорит, мужики, подождите немножко, может быть, выпрошу его себе. Сбегал в райком, еще тогда был. Попросил, чем на дрова отдайте церкви. А не отдали. Значит, ладно, бери. После Петра Первого, помните указ, под страхом смертной казни были сосны запрещены рубить. А потому что сосна-то была корабельная, особенно у нас здесь, у нас же здесь реликтовый лес, корабельных сосен. До сих пор уцелил на единственные по всей России. Не знали бы? Поэтому у нас здесь, мне кажется, рубили-то больше все изъели. Рубили прямо дом, значит, за уголки закрепляли, и эти бревна сплавляли по реке. За это время они напитывались водой, а когда их вытаскивали, то и высушивались заново, но уже в стопе, чтобы не перевело, потому что дерево его переводит. Дом получался вот такой вот именно крепости, что становился как кость. Вайлушкин, сейчас я тебя накормлю, Вайлушкин, моя хорошая лапушка. Сейчас, сейчас. Матушка – это лицо батюшки, будем так говорить, да? И, конечно, ее надо воспитывать. Священников тоже надо воспитывать. На что у нас епископ поставлен? Воспитывать священника. Следить за его, так сказать, и моральным обликом. Следить даже, как он материально живет. Может быть, плохой, нищий священник, он плохой священник, в общем-то. Но я не говорю, чтобы он должен ездить на Мерседесе шикарно. Ну, хотя бы, чтобы в лохмотье кто-то не ходил. Даже в уставе сказано, вот в те времена, когда все ходили в лаптях, сказано в уставе, священник не ходит в лаптях, но да в сапогах, ибо не унижать своего сана. Вот, поэтому, значит, и это тоже. И воспитание матушки – это первейшая обязанность священника. Это же моя половина. Вы знаете, сколько можно, даже не имея мяса, сколько можно сделать постных блюд. В принципе, я говорю, вот даже вот этот суп заправь просто обжаренным луком с морковью, или лук с морковью, но попассеровать еще с мочкой, хорошенько прожарить. Это уже будет, уже бульон-то густой и более наваристый. Вот, ей было 20 лет, и, ну, как бы, самое интересное, что мы работали в одной системе, в одной организации, в общепите. Я был поваром, она была поваром, но в разных столовых, будем так говорить. Нас молодых выпускников, молодых поваров, молодых, холостых и неженатых посылали работать в полхоз. Ну, кто ж там будет картошку убирать, зерно сушить. Надо сказать, что я поехала в Павинский район позже других. Я ехал на телеге, как раз на тракторной. Вдруг трактор на телегу, а я еду, значит, запокинувши голову, небо голубое, облачка бегает, такая романтические настрои, конечно. Я иду, сумочка у меня такая большинная, лесная дорога, там еще далековато идти. Смотрю, едет трактор, белорус, с телегой. Я так посмотрела, думаю, неловко, дорога пустынная. Я одна девчонка, молоденькая, страшно стало, жутко так поприсмотрела чуть-чуть. Что-то лицо, Лиза какие-то знакомые, лицо одно знакомое показалось. Вдруг трактор останавливается и на меня летит сумка с вещами, и потом влазит вот эта вот девица с глазами лучиками, с голубими, значит. Вот вся такая вот солнечная, я же на небушку смотрю, значит, она в свете появляется. Вот. И, значит, что-то такое говорит, себе что-то веселое, что, значит, ну там, здравствуйте, вот довезете, там, я еду в колхоз, в коммунировку. Вот таким образом познакомились. Через некоторое время поженились. У нас четверо детей, два мальчика и две девочки. Мальчики учатся в семинарии, а девочки учатся в пятом и первом классе. Смотрите, девочки. Учий наш, и живи, если на небесе, да свети со именем твоей, да принятца все твои, да будет воля твоей, яка на небесе, на земле. Вред наш насущный, дашь нам есть, и расстави нам долги наши, якожи, и мы оставляем дождиком нашим. Здравствуйте. Кость, значит, там вот надо с перилами. Чего решим? С тем пролетом? Вообще-то у нас люди здесь универсальные. Люди, живущие, можно сказать, в сельской местности, они универсалы, сам по себе. Человек, который может сделать и печь, человек, который может постелить полы, в крайнем случае даже срубить дом. Здесь у нас есть, недалеко от Калагрева, в 23 километрах села Уилишева, там приписной храм, Багаевленский, и там, значит, подвижник у нас такой, инок Леонид, и мне нужно посмотреть, у него там серьезные неполадки с крышей. Богослови, Господи. Он переоделся? Да. Он переоделся? Переоделся, слава Богу. Пойдем посмотрим. Представьте себе, что вот во всех районах, если проехать на машине, посмотреть на сельских жителей, на сельское хозяйство, все, просто все убито. Просто все убито. Налогами задавили практически все сельскохозяйственное предпринимательство. Просто вот фермерство как такового, это только может быть на бумаге где-то есть, не существует. Предпринимателей, фермеров, это очень тяжелая работа, это падеж скота, это не урожай, это все сказывается. Цены на комбикорма просто дичайшие. Вот вы сейчас знаете, вот тот народ, который у нас привык просто скотину держать, со слезами с ней раздаются. Мы живем пока еще за счет своих собственных ресурсов. Вот вырубим леса последние, и здесь калагриф тихо просто вымрет. У нас уже деревень-то не осталось никаких. Здесь было 10 сельсоветов, стало один. Все. Школ сельских практически нет. Я не знаю, как сейчас жить в селе, если в село приезжаешь, школы нет, школа закрыта, детский сад закрыт, почта закрыта, значит, сельский шейпунт тоже за 10 километров. Ну и как жить? На четыре церкви я один. Я посмотрел, значит, там одна фреска уже уничтожена полностью, вторая тоже уже с этой стороны практически все уже размыл. То есть их уже не существует. Такая дыра была, против этой фрески, вот в этой северной. Дело в том, что это все опирается на купольную систему. Купольную, да. Я смотрю уже купольную систему, она уже с ума прогнула кирпич, уже часть фрески уже выдавлена кирпичу. Разгнила. Вот это. Венчатся раба Божий, Дмитрий, рабе Божии, Оливкине во имя Отца и Сына и Святого Духами. Венчатся раба Божия, Оливкина, рабу Божию, Дмитрию, во имя Отца и Сына и Святого Духами. Здесь, может быть, не такие шикарные свадьбы. Но невеста и жених, как всегда, красивые, в каких бы нарядах они ни были. Потому что, я думаю, счастье красит человек, да, а не наряд. Да, в общем-то, у нас женится-то не ради того, чтобы показать себя, значит, вот какие ему шикарные, а ради того, чтобы жить, чтобы какое-то совместное хозяйство начинать организовать. Бывают такие случаи, да, когда невеста не имеет платья, как бы, вот, и говорит жених, что батюшка, вот мы пришли бы, и жена бы согласна, но вот платья нет, одеть ничего. Но в этом случае разве важно платье? Вот мы с супругой, когда венчались, у нас уже и платья того не было. Мы венчались просто вдвоем в церкви, никого не было, просто вот священникам. Благословение век, вековая семья, радостью всем плаем. Ну вот, дорогие братья и сестры, муж и жена, поздравляйте их. Наконец-то, мне нужно читать странное заведение в голове. Мы полагаемся на молю Божию, мы для того и существуем, чтобы Господь дал нам все общее благоденствие, и да пожили бы мы во всяком благочестие и чистоте. Поэтому и молимся о властях и воинстве, и я. Хотя я, вот лично, даже не молюсь за власти наши. Не могу, у меня язык не поворачивается. Молиться за секулярную нашу власть, безбожную нашу власть. Не просто безбожная, а преступная власть. Эта власть преступна. Она антинародна. Несмотря на все благодеяния, которые она оказывала в церкви, я считаю, что это делается для того, чтобы церковь молчала. О том, что народ просто убивает. Начинать? У моей России Длинные косички У моей России Светлые реснички У моей России Голубые очи На меня рассеют И, похоже, очень Солнце светит Ветры дуют Ливни Льются Над Россией В небе Радуга Цветная Нет земли Красивей Для меня Россия Белые Березы Для меня Россия Утренние Розы Для меня Россия Ты всего Дороже Так Его На маму Ты Мою Похожа Солнце Светит Ветры Дуют Ливни Льются Над Россией В небе Радуга Цветная Нет земли Красивей Все Редактор субтитров